Эй, йоу, мальчики, девочки! Всем привет! Вы на канале OnMyFit, самым лучшим канале про кроссовки, моду, стритвер и фэшн индустрию в мире. И сегодня у нас видос, в котором мы разберем с вами, как носить Nike Dunk Low. Часто в других видосах, когда я показываю свои аутфиты или просто показываю, как кроссовки смотрят на ноги, вы спрашиваете меня, что это за штаны, что это за кофта, что это за футболка. И в видосах вы часто спрашиваете и так далее. В общем, поэтому я решил вам показать, как я стилизую Nike, что я надеваю, какие штаны, какие худи, какие футболки, какие аксессуары я использую. В общем, такой мини-обзор гардероба и плюс гайд, как прикольно, на мой взгляд, носить данки. Опять же, это не правило, я никого ни к чему не призываю. Если хотите послушать, как я ношу это, то слушайте на здоровье. Но прежде чем приступим к видосу, Олеся Савенкова поздравляю тебя, ты выиграл от меня подарок из Парижа. Я подарю тебе абсолютно любую футболку Supreme из Парижа, для этого тебе просто нужно написать мне в личный инстаграм. Напоминаю, что каждый видос я дарю случайному подписчику подарок от себя из Парижа, Олеся, именно такой подписчик. Так что подписывайся на канал и, возможно, в следующем будешь ты. А теперь давайте приступим к аутфитам. В качестве данков я буду использовать сегодня две пары. Первая это коллаборация с UnionLay в расцветке Argon, которая получила вот такой вот кастом от меня в виде разрезанного верхнего слоя. И коллаборация с Off-White в лоте под номером 28 с вот таким вот фиолетовым внешним между руками. Собственно, как же я подбираю аутфиты с данками или любыми другими кроссовками каждый день? Я считаю, что любой аутфит, прям вот абсолютно любой и, в принципе, как на мой взгляд, мода, она начинается со штанов. Потому что любой аутфит зависит от ваших штанов. У вас могут быть офигенные кроссовки, может быть, я не знаю, офигенный свитшот, худи, свитер, что угодно. Но если у вас хреновые штаны, то ваш аутфит, ну вот, объективно будет говном. Поэтому самый важный выбор в любом аутфите и первое, что вы должны за себя сделать, это выбрать штаны. Поэтому я разделю аутфиты на три типа по как раз таки видам штанов. Первый тип, это у нас карго-штаны. Второй тип, это джинсы. Ну и, наконец, третий, это такой релакст фит. Я предпочитаю носить трейники, кто-то носит такие расслабленные штаны. Ну, короче, в общем, назовем их трейники. И начнем мы, конечно же, с карго. Вообще, карго-штанов огромное множество. Они есть практически у каждого стритфайр-бренда. Но, наверное, самые большие гиганты это карха, стуси, суприм, офвайт, сипи компани и так далее. В общем, выбор огромный. Но лично мои самые любимые карго-штаны, я прям вот в них влюбился и я практически из них не вылезаю. Это штаны от Суприм. В общем, выходили они в сезоне 22-23, то есть в последнем сезоне, который только что закончился. Выходили они на первую неделю, у них было огромное количество расцветок. Там были коричневые, черные, белые, серые. Я взял себе вот такие вот коричневые и взял их просто протестировать. И очень пожалел, что я взял всего лишь одну пару в одном цвете. Но прям в эти штаны я влюбился. С ними прям вот огромное количество вариантов, какие аутфиты можно составить. Я предпочитаю, честно говоря, носить их с высокими кроссовками, но с данками они тоже смотрятся прям безподобно. Так как сами по себе штаны достаточно темные, я предпочитаю сочетать их либо с яркими кроссовками, как мы и сделаем в этом случае, либо с каким-то ярким верхом, например, каким-нибудь суперярким свитером, худи или худи с футболкой или курткой. В общем, с этими штанами я предпочитаю запихнуть наверх что-то прям вот суперяркое. Небольшой личный совет от меня при носке карго-штанов старайтесь не класть огромное количество вещей в эти карманы, особенно тяжелых вещей, потому что иначе они у меня вытянутся, как у меня, и будут вот так вот выглядеть. Но, в общем, старайтесь не вытягивать карман на карго-штанах. Теперь переходим к джинсам. Лично я для себя джинсы делю тоже на два типа. Это широкие бэгги джинсы и немного более узкие джинсы, но не скини, потому что носить обтягивающие скини джинсы в 2023 году, это прям зашквар, лучше так не делайте, пожалуйста. Начнем мы с широких бэгги джинсов. И сейчас я покажу вам просто вот жемчужину моей коллекции. Эти джинсы я прям обожаю, я в них влюблен. Я еле сдерживаю себя в том, чтобы не носить их каждый день. Это прям вот, я не знаю, я обожаю эти джинсы. Это, в общем, коллаборация с Туси и охотничьего бренда Real Tree. В общем-то, джинсы называются Big All и они прям вот супер-эверсайзные. В принципе, я ношу 32, а они еще и 34, то есть я их без ремня, прям они с меня спадают без ремня. Но это не проблема, я надеваю ремень и они прекрасно, отлично на меня смотрятся. Так как эти штаны камуфляжные и тоже, как и карго штаны, достаточно спокойные по тонам, я стараюсь с ними носить тоже что-то либо сверху яркое, либо такое однотонное, но насыщенное. То есть, например, там черный или яркий оранжевый, в общем, что-то сверху тоже стараюсь яркое. И так как штаны бэгги, они делают ваши ноги достаточно большими. И лично мне нравится переход, когда у вас снизу такие объемные широкие штаны, а сверху что-то наоборот не бэгги, не обтягивающее, но прям такое не мешок, вот как на мне свитер сейчас, а что-то такое достаточно слим. Поэтому, если позволяет погода, я вообще надеваю их с футболкой, а если не позволяет погода, то я надеваю какой-нибудь такой небольшой свитер или худи, или толстовку, или зипку. В общем, опции огромное множество. Ну и второй тип джинсов, как я и сказал, это такие более узкие, но не обтягивающие джинсы. Лично я для себя просто прям вот открыл офигенные джинсы. Вряд ли для многих из вас это будет открытием, но для меня это было прям открытием. Это 501 Levi's. Это прям вот самые классические джинсы Levi's, которые, наверное, они делают на протяжении всей своей истории, 501. Они супер классические, но я открыл для себя фишку, как сделать из них очень прикольную посадку. Все, что нужно сделать, это взять эти джинсы на размер больше. То есть у меня, в принципе, размер 32, и я ношу 501 в размере 34. Благодаря этому они очень круто скамкиваются на ваших ногах, потому что кроссовки пихают джинсы вверх, и они становятся такими помятыми. И это выглядит, как по мне, ну прям вот очень круто и очень прикольно, поэтому 501 Levi's я прям советую. Конкретно эта пара в коллаборации с TUSI и креативного директора Supreme Tremaine & Marie. Джинсы вот так вот усеяны логотипами его компании. И у меня есть еще одни точно такие же, тоже в коллаборации с TUSI и Tremaine & Marie. Они вот такие вот черные, и на них тоже принты по всем джинсам. И, в общем, вот прям, как вы можете заметить, 501 силуэт это мои единственные обтягивающие, относительно обтягивающие джинсы, которые я могу носить, все остальное мне не нравится. Поэтому, если вдруг вы искали вот что-то среднее между джинсами, которые прям делают из вас шмок колготки, и не супер широкими толстыми джинсами, то 501 Levi's, а на размер больше вашего, это прям то, что нужно. Ну и теперь, наконец, переходим к последнему релакс-фиту, который я назвал вначале трениками. Собственно, назвал я его трениками не случайно, потому что у меня есть вот несколько пар вот таких вот треников под названием Eats France. Если вдруг вы не знали, я их очень давно и очень долго пиарил в ТикТоке, Инстаграме, много где еще, потому что я считаю их практически идеальными трениками. У них есть некоторое количество минусов, про которые я сейчас скажу, но, в принципе, это, наверное, самая лучшая попытка, которую я видел за свое время, сделать прям вот идеальные треники. Потому что у них очень приятный материал, у них неплохая посадка, и резинка снизу, которая не растягивается со временем, то есть вот я их ношу уже больше два года, а она все еще достаточно неплохо смотрится. Какие у этих штанов есть минусы? Ну, лично мне в последнее время не нравятся, какие цвета делает Eats France, то есть раньше это были прикольные вот такие вот серо-белые или, например, коричневые, как на мне сейчас. Но конкретно эти цвета были доступны больше, чем год назад, а цвета, которые они делают сегодня, лично мне не очень заходят. Они либо делают какие-то очень кислотными, либо очень ненасыщенными, в общем, как-то вот раньше было лучше. Ну и плюс эти треники очень сложно достать в России, если, конечно же, вы не обращаетесь к Onmavish, который легко их вам привезет. Собственно, чтобы исправить эту проблему, мы в Onmavish работаем над своими собственными идеальными трениками, но это секрет, поэтому никому пока об этом не говорить. Ну и, собственно, как же носить эти треники? Носить их, в принципе, как мне кажется, достаточно просто, потому что с трениками сложно сделать плохой аутфит, особенно если треники вот такие, и не супер-бэгги, и не супер-обтягивающие, то есть они что-то такое среднее между обтягивающими и необтягивающими трениками, поэтому с ними достаточно просто брать аутфит, вы будете неплохо с ними смотреться, и если у вас что-то сверху небольшое, и если что-то большое, то есть вы можете надеть огромную, я не знаю, куртку, зипку, худи, и эти треники, и все будет супер. Или вы можете, наоборот, надеть там, я не знаю, обтягивающую футболку, там рубашку, ну ладно, рубашку, наверное, с трениками не стоит надевать, какой-нибудь небольшой худи, зипку, флиску, и тоже будете смотреться отлично. Ну и напоследок буквально несколько советов, как сделать любой из этих аутфитов интереснее, прикольнее и круче. Самый легкий и единственный прям вот универсальный способ сделать любой аутфит лучше, это классный аксессуар. Аксессуар может быть что угодно, кепка, шапка, сумка, кольца, наушники, чашка, сигарета, даже ваш телефон может выступать офигенным аксессуаром. Главное, не бойтесь экспериментировать и всегда носите то, что вам нравится. То есть, если вам вот вы прям вот чувствуете, что сегодня я хочу взять и надеть шапку с кепкой, и это будет выглядеть круто, делайте это, главное, чтобы это вам нравилось, и вообще пофиг, кто что подумает, потому что вы собираете аутфиты только для себя, и если вы чувствуете себя в них комфортно, то и все вокруг заметят, что вы офигенно одеваетесь. Ну что же, на этом у меня на сегодня все. Спасибо большое, что посмотрели этот видос, надеюсь, вам понравилось. Напишите в комментариях, что думаете про такой формат, и может быть мы сделаем его еще раз в будущем. Не забывайте подписываться на канал, ставьте лайки, спасибо большое за просмотр и бай-бай! Спасибо за просмотр!